Часть, собственно, средств я инвестирую в ПАМ-счета. Так вот, участвовать в биржевой торговле с помощью ПАМ-счета можно совсем с небольшими деньгами, если я не ошибаюсь, там, от 10 долларов. Но здесь нужно понимать, что с 10 долларов вы там заработаете 1-2 доллара. Вот, и я соглашусь с Евгением, что для того, чтобы отработать какую-то свою стратегию, ну, это нужно, там, от 300 долларов счета. Для того, чтобы зарабатывать там какие-то большие деньги, больше нам, намного, то есть, ну, это там, тысяча и выше уже там. То есть сам человек уже примерно понимает, что он от этого возьмет, да? Да, да, совершенно. Давайте напомним как раз-таки нашим телезрителям, что такое ПАМ-счет. Ведь не каждый знает, что это за такой инструмент. ПАМ-счет – это возможность для инвестора доверить собственные средства опыту управляющему или даже нескольким управляющим. При этом инвестор может выбирать управляющую не по одному параметру, а сразу по нескольким. А в первую очередь – это доходность, далее срок инвестирования, минимальная сумма инвестирования, опыт управляющего. Все эти параметры в открытом доступе можно найти прямо на нашем сайте. Какие еще существуют мифы на финансовом рынке? Что вы можете привести в пример? Ну, вы знаете, я достаточно часто сталкиваюсь с таким мифом, когда люди приходят и говорят, ну, ведь биржа – это где-то там, далеко. Ну, это, видимо, из фильмов каких-то насмотревших. Абсолютно верно. Действительно, может, каждый из нас представляет. Это Америка, это Лондон, да. А что у нас в Казахстане? У нас тут ничего нет, поэтому смысл мне этим заниматься. Ну, вот, да, наверное, фильмы сказываются, да. Наверное, сказывается то, что, допустим, есть статистика, о которой тоже многие знают, что, допустим, 80% населения Европы или Соединенных Штатов так или иначе участвуют в биржевой торговле. Либо инвестируют туда, либо сами принимают участие в торгах. И вот, ссылаясь на них, они говорят, вот у них там, да, а у нас тут, ну, далеко мы находимся. На самом деле, опять же, технологии не стоят на месте, да. Жизнь развивается, жизнь идет, и просто человек не хочет получать информацию, да. Он не хочет этим заниматься, поэтому он находит для себя какую-то отговорку. Сегодня для того, чтобы выйти на практически любой финансовый рынок, необходим компьютер и интернет. И даже не столько компьютер, сколько уже различные гаджеты, планшеты, смартфоны. Все это дает вам возможность выхода на финансовые рынки, дает возможность посмотреть котировки, графики, получить новости. То есть рынок уже открыт для всех. Необходимо просто узнать, как это работает. Безусловно, если вы не знаете, вы откроете программу, посмотрите на нее, закроете и скажете, нет, ну, это что-то непонятное, да. Ну, потому что так и должно быть, да, если ты не знаешь, то лучше не трогать. Да, может быть, верно. Но если вы сделаете один небольшой шаг, попробуете получить информацию, да, опять же вопрос, где получить? Пожалуйста, звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь на семинары. Есть сейчас перед вами ссылка на наш сайт, раздел для новичков, обучение, с чего начать. Все подробно рассказано, почитайте, да. И вот если возникнут вопросы, вы можете позвонить и задать ваши вопросы уже лично нам, на семинарах, записаться на полную программу обучения. И вы поймете, что биржевая торговля – это понятие, которое стоит рядом с каждым человеком. Каждый человек обязан заботиться о своих накоплениях. Он должен задумываться, в чем хранить деньги, как хранить деньги, да. Это валюты, это золото. Или, может быть, деньги необходимо перевести в недвижимость. Ведь это тоже один из способов инвестирования, да. Или наоборот, в недвижимость сейчас вкладывать нельзя, но нужно подумать о выходе на финансовый рынок. Просто купить золото с литок или купить золото через биржевую программу и многократно увеличить плечо и получить возможность небольшого изменения цены, буквально на несколько центов зарабатывать несколько тысяч долларов. Ну, чтобы так рассуждать, нужно же какими-то знаниями обладать. Абсолютно верно. А для этого необходимы знания. Поэтому получайте эти знания, звоните, заходите на сайт, смотрите, как это все работает. Мы с удовольствием вам все расскажем, покажем. Только сделайте шаг, узнайте. Евгений, ну и продолжая говорить про именно финансовый рынок, то есть так или иначе, получается, каждый из нас, он вовлечен именно в мировой финансовый рынок, даже не осознавая этого. А какие существуют вообще в мире площадки торговые? Классические финансовые рынки делятся на три направления. Это фондовый рынок, это рынок товарный и рынок валютный. Соответственно, по тем активам, которые на них торгуются, так рынки называют. Либо это акции или ценные бумаги, либо это товары, либо это свободно конвертируемые валюты. Кроме того, выделяют отдельные финансовые центры. Есть токийская биржа, есть лондонская биржа, биржа во Франкфурте, биржа в Чикаго. Каждая биржа тоже имеет свою какую-то специализацию. Где-то торгуют товарными, где-то акциями, где-то объединенные инструменты биржи. Биржи идут тоже по пути объединения и централизации некой. Но на самом деле, для того, чтобы человеку выйти на эту биржу, ему не нужно куда-то лететь, куда-то ехать. Ему достаточно подписать соглашение с биржевым посредником, который есть и в Казахстане, и в России. Да, по сути дела, практически в любой стране мира можно найти биржевого посредника. Если ваш биржевой посредник достаточно большой, он даст вам возможность выходить практически на любую биржу. Да вам и не нужно знать, на какой бирже совершается ваша сделка. Вам нужна возможность. Возможность, узнав какую-то новость, или проведя анализ и получив точку покупки или продажи, совершить это действие. Купить интересующий вас инструмент. Если это будет ночью, то ваша сделка пройдет в Токио. Если это будет поздно вечером, это, возможно, будет Чикаго. Днем это будет Лондон или Франкфурт. В зависимости от времени ваш биржевой посредник все сделает для вас. Ваша задача – просто провести анализ. Получить знания, провести анализ и потом получить заработок на финансовом рынке. Получается, это все работает круглосуточно? Абсолютно верно. С понедельника по пятницу некоторые финансовые институты работают даже в субботу и воскресенье. Нет спекулятивных торгов, но есть инвестиционные действия. Даже в субботу и воскресенье, задумайтесь, финансовые рынки живут, работают. И наши деньги могут делать деньги. А есть ли такая возможность на финансовом рынке совмещать какую-то основную свою работу с работой на финансовом рынке? То, что есть на начальном этапе, да, вот абсолютно верно, это нужно делать. Вы даже как-то рекомендуете, да? Совершенно верно. Потому что лучший отдых – это перемена занятий. Вы не можете все время находиться в одном состоянии оценки финансовых рынков. Более того, на начальном этапе вы будете учиться. Потом вы будете пробовать свои силы, это будут осторожные, аккуратные сделки, которые, возможно, не будут приносить вам достаточных прибыли, чтобы вы могли на это жить. Поэтому у вас будет основная постоянная работа, на которую вы будете ходить все так же, да, пока вы не получите достаточного опыта. Поэтому биржевая торговля не будет занимать у вас много времени. Достаточно полчаса, может быть, час утром выделить для того, чтобы почитать новости, провести анализ интересующих вас финансовых инструментов, отдать приказы биржевому посреднику и спокойно идти на работу. — Получается, это тоже является мифом, да, что именно биржевая торговля занимает большое количество времени? — Абсолютно верно. Это тоже миф. — Ну и в завершении нашей передачи я бы хотела попросить вас подвести итоги. То есть какие существуют мифы и, собственно, с чем они связаны? — Да, давайте еще раз напомним мифы, о которых мы с вами поговорили немножечко. Во-первых, мы постарались развеять миф о том, что на бирже торгуют суперлюди. Торгуют обычные люди, которые могут точно так же, как и мы с вами, ошибаться, и у них нет никаких суперчувств. Второй миф, о котором мы поговорили, что биржа — это не казино. Это инструмент, который помогает нам прогнозировать и зарабатывать деньги. Казино таких нам возможностей не дает. Мы с вами сказали о том, что биржи находятся рядом, и не надо думать о том, что они где-то далеко, и мы ничего не можем там делать. Миф, который мы постарались с вами развеять о том, что это не для нашей страны. Любой желающий с нашей страны может заняться биржевой торговлей. Ну и время. Биржевая торговля может занимать не так много времени. Можно замечательно совмещать основную свою деятельность с торговлей на бирже. Я думаю, что это будет достаточно для того, чтобы наши телезрители пришли к нам и узнали, как работают биржевые рынки. В завершении нашей передачи я хотел бы еще раз пригласить всех желающих на наши вводные бесплатные семинары, а также на полные курсы обучения, где мы не только развеем все мифы, но и научим правильно работать на финансовых рынках. Звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь, приходите за знаниями. Благодарю вас за то, что просвещаете меня и наших телезрителях в мир финансового рынка. Я напоминаю, что в гостях у нас были представители компании «Фибогрупп» Евгений Усанов, региональный директор компании «Фибогрупп» и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фибогрупп». Развеивайте мифы и зарабатывайте больше вместе с нами. Записывайтесь на бесплатные семинары в компании «Фибогрупп». Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok